Авторская программа «12» выходит каждую неделю на «России-24». И уже в эту пятницу я планирую будет выпуск. Материала много, так что хватит, я думаю, быть может и еще на один сюжет. Но в эту пятницу можете ожидать. Особенно, конечно, важно было побеседовать с Юрием Алексеевичем Трутневым. Он, кстати говоря, зритель этой программы и знает меня. Это был такой очень серьезный доверительный разговор. И что-то было под записью, и просто было еще и личное общение. Он поделился и своими размышлениями, и переживаниями, и чаяниями, и надеждами. Конечно, человек невероятно легендарный. И для меня большая радость с ним познакомиться и встретиться. Это один из ключевых героев той книги, которую я пишу. Книги, в которой присутствуют и те, кто были его наставниками и коллегами. И Харитон, и Зельдович, и Сахаров, и другие. И в этом смысле присутствие здесь бесценно. Потому что вдохнуть воздух Сарова, пообщаться с людьми, как-то прочувствовать атмосферу этого замечательного места. И, кроме всего прочего, просто расспросить. Это важно. Узнать отдельные житейские истории, зачастую забавные, зачастую драматические. Это моя задача. И поэтому я обращаюсь в том числе и к вам, как к своим коллегам. Если есть чем поделиться, можете это сделать и в разговоре, и прислав мне какую-то информацию. Потому что мне бы хотелось, чтобы книжка была именно живой. Вы знаете, на самом деле, я не делаю исключения ни для кого. И считаю своей обязанностью, сразу же, как я пришел в Государственную Думу, просто в первую очередь помогать людям. Поэтому каждый, кто ко мне обращается, всегда получает поддержку. То есть я пишу соответствующие запросы. И надо отдать должное. Возможно, некоторые представители власти даже начинают мне звонить и выражают готовность к помощи. Например, когда речь шла о госпитализации некоторых людей, мне позвонил первый заместитель Минздрава, руководитель Минздрава. И буквально с ним на связи я решал вопросы. То есть в соцсети там падает сообщение, или в личку приходят, или на почту. Например, это было там в Питере под госпитализацией. И он прямо присылал, это было вот в режиме онлайн. Буквально я ему звонил, и он присылал там кареты скорой помощи людям. То же самое произошло по этим выплатам. Мне позвонил руководитель Федеральной службы страхования. Вот вы первое, кому я говорю именно такую информацию. Буквально, так сказать, руководитель службы. И сказал, что прочитал эту информацию и хочет помочь. И сейчас действительно удалось сделать очень серьезную выплату. Так что вот, если вы зайдете ко мне в Фейсбук, вы видите, удалось помочь. И дети этого самого врача из Видновской полимосковной больницы, слава богу, получат серьезные выплаты. Мне кажется, что вот в этом состоит наша задача, в том числе парламентариев нового поколения, которые неплохо владеют современными технологиями, чтобы была обратная связь, причем постоянная. Социальные сети – это, безусловно, влиятельные медиа. Поэтому всегда есть возможность быть услышанным, в том числе через свои аккаунты. Вы знаете, ведь действительно Саров – уникальное место. Мы с главой города сейчас говорили о том, что это трижды место силы. Вот буквально так. Здесь Васильевич не даст соврать. И такое количество династий, и такое количество удивительно подвижников. И сочетание, с одной стороны, высокой науки, тех невероятных усилий, которые прилагались для того, чтобы был выкован ядерный щит, и, безусловно, замечательная и глубокая история русского православия. Вы знаете, я сам сын священника, и особое отношение в моей семье к этим местам, и к имени Серафима Саровского, замечательного нашего старца. И вот удивительно, как все это сложилось. Наверное, в этом был какой-то промысел, что здесь то самое место, которое сохраняет безопасность нашего Отечества, и создает ему безусловную славу. И мне бы хотелось в этой книге, которая уже пишется, конечно, не пускаться в какие-то вольности, фантазии, в том смысле, что сама жизнь превосходит любые концепции допущения и то, что называется фикшеном. Потому что сама жизнь подкидывает такое количество удивительных историй, головокружительных судеб, остросюжетных биографий. И вот прежде всего работа с этим. Но эта книга про все. Эта книга и про старца Серафима, и про историю возникновения, собственно говоря, и этих мест, и когда все здесь начиналось, и какие были подвижники благочестия, жившие тут. Мы помним эти слова «стяжи дух мирен», которые часто произносил Серафим Саровский. И вот этот мостик, собственно, а как стяжать этот дух мирен? Ну, конечно, быть вооруженными и защищенными. И как возник этот атомный проект? Какие люди собирались здесь? Какие удивительные интеллектуалы? И как понять, откуда все это бралось? Это талант, это гены, это образование, а может быть и высший промысел? И сегодняшняя жизнь Сарова, в общем, все вместе. Конечно, это историческое исследование, но очень живое. С некоторыми даже художественными вкраплениями. Потому что, читая многие воспоминания, обращаясь к судьбе Курчатова, думаешь о том, а как это происходило, и где ты реконструируешь те или иные разговоры, события, встречи. Поэтому, безусловно, здесь будут и художественные приемы и картины. Еще, будучи совсем маленьким, я приезжал с родителями в Дивеево. И у меня многое связано с Дивеевым, потому что... Ну, вот мой папа настоятель храма святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке в Москве. Но у этого храма был отдельный дом в Дивеево, куда приезжали паломники. И, например, моя пресная постоянно жила в Дивеево. И даже всю жизнь, остаток же дней здесь провела. В общем, ее не стало в Дивеево, моей любимой крестной. А сейчас получилось так, что мой крестный живет тоже в Дивеево. Вы понимаете, мистика, и все рядом. И, находясь в Дивеево, я всегда думал, а вот как бы приехать в Саров? Потому что, видите, Саровская пустынь здесь, и Серафим Саровский здесь. И то, что это так сложно, наоборот, побуждало меня прилагать побольше усилий, чтобы здесь оказаться. И в 16-м году я сюда приезжал вместе с Святейшим Патриархом Кириллом. И был, конечно, впечатлен. Это был всего лишь однодневный и довольно быстрый визит. Но это, конечно, меня еще больше заинтересовало. И захотелось приехать еще раз. И вот есть разные места силы. Но вот такое сочетание исторических линий, их пересечения в одном месте, пожалуй, уникально. И позволяет говорить о том, что, наверное, судьба России, все лучшее, что есть в нашей стране, особенно видно через историю Сарова. А потом, да, вот тоже неким промыслом, Денис Павлович за завтраком мне говорит, а ты знаешь, что вообще-то у нас надвигается 75-летие нашей атомной отрасли. И вот мы стали с ним рассуждать, а что бы можно было сделать в связи с этим. Конечно, я очень благодарен Денису Павловичу за то, что он поддержал эту идею. И во многом вдохновил, и дал столько информации. И, конечно, я бы сейчас здесь не оказался без поддержки Дениса Павловича. Потому что все было организовано, и со мной есть и мои коллеги, тоже с которыми мы вместе изучаем архивы. То есть я хочу, чтобы это была очень тщательная и добросовестная работа. Я перепроверяю очень много сведений, фактов, потому что вы знаете, много там и мифов, и легенд, которые создают тоже некое очарование и прелесть историческим событиям. Но все равно всегда хочется дойти до самой сути, докопаться вот с таким научным. Я говорил с коллегами из издательства «Молодая гвардия», где выходила моя книга, большая книга-биография Валентина Петровича Катаева, известного писателя. И книга разошлась уже несколькими тиражами, с напечатками, получила и большую книгу, и премию правительства России. И я предполагаю, что возможно в «Молодой гвардии» выйдет книга, я думаю, для широкого читателя. Как раньше писали, для широкого круга читателей. Да, потому что это всем интересно. Вы знаете, это интересно и религиозным людям, и людям науки, и людям, которые увлечены историей нашего Отечества, и просто всем, кто неравнодушен к судьбе нашей страны. Поэтому, соответственно, я думаю, что тираж будет достойный. Очень бы хотелось, я дополню чуть, очень бы хотелось, чтобы эта книга продавалась в книжных магазинах на территории всей страны, да, не являлась каким-то, знаете, подарочным изданием к 75-летию. Я думаю, что ваш вопрос ровно про это. Да, чтобы она была действительно по-настоящему востребованным, и зная талант Сергея Александровича, у меня нет никаких сомнений, востребованной книгой, которую можно было прочитать на территории всей страны. И те сюжеты, которые я планирую делать на телевидении, это будет тоже такая поддержка, в том числе готовящегося выхода этой книги. Потому что, ну, миллионы людей смотрят программу, очень важно, что кажется, что привлечь. Закон Азатова, вы помните, как он появлялся в городе Сарове, наши ученые, пытаясь, значит, спасти ситуацию, придумали вот этот законодательный инструмент, добились того, что его поддержали в Государственной Думе, и добились того, что Борис Николаевич Ельцин, приехав в Саров, обещал, что такой закон будет, и, собственно, 14 июля 1992 года закон был подписан. Конституции на тот момент, с чего вы помните, не было. То есть, когда Конституцию приняли, получилось то, что закон фактически не вошел в конституционное правовое поле. И он все это время обеспечивал жизнедеятельность наших закрытых городов, больше 40 таких городов, это и ракетные части, это и базы военных, военно-морского флота, и города Росатома. Он помогал выживать, но не входил в правовое поле определенной Конституции. И сегодня вот эта деятельность, связанная с включением федеральных территорий в глоссарии Конституции, и формирование вот этого правильного взаимоотношения Конституция, законы, следующие нормативно-правые акты, это абсолютно логичное, правильное завершение всей этой истории. То есть это нужно сделать было давно, очень хорошо, что это сейчас происходит. И я реально с надеждой, значит, жду результатов работы осенней сессии Государственной Думы, жду этого закона, потому что я считаю, что многие вещи, над которыми мы бьемся постоянно в рамках ассоциации за то, и пытаемся решить, ну, со своего уровня, могут быть решены системно на уровне Государственной Думы и Федерального Собрания. Вот так вот так. Действительно, сейчас идут обсуждения в правительстве Российской Федерации, то, о чем сказал уважаемый коллега. Комментировать сейчас, на самом деле, строго говоря, нечего, потому что мы не понимаем, пока и не видели тех новелл, которые подразумеваются. Но то, что зато должны оставаться с особыми территориями, с особым статусом, с особым отношением, ну, по-моему, это очевидно. Надо просто сейчас проработать эту историю. Самое главное, чтобы поддерживался должный статус, и чтобы позиция самих жителей города была предельно слышна. Я разговаривал со многими коллегами в Государственной Думе и с теми, с кем я разговаривал, позиции, ну, люди государственные понимают, о чем речь. Что касается раздельного сбора мусора, конечно, это абсолютно цивилизованная и правильная вещь. Второй вопрос, что просто так взять и обязать каждого человека использовать раздельный сбор мусора, даже предоставив ему соответствующую инфраструктуру, довольно сложно. Потому что мы, например, люди советские, я, в смысле, воспитанный при Советском Союзе, к мусору относимся, и так многие, в общем-то, себя ведут, ну, достаточно пренебрежительно. Взял пакет, выкинул. Все-таки это должна быть культура. Культура, она воспитывается. Чем она воспитывается? Ну, во-первых, объяснением, зачем это нужно. Многие не понимают, как это работает. А когда ты не понимаешь, как это работает, да, так сказать, прилагать усилия к тому, а это все-таки усилия, да, для того, чтобы это сделать, ну, вряд ли кто-то станет. Поэтому, конечно, рано или поздно это станет константой, нормой, но для этого должно, во-первых, пройти время, во-вторых, государство должно в этом смысле потрудиться, да, используя инструментарий, который, безусловно, есть. Второе, что касается самой мусорной реформы, конечно, упорядочить оборот мусора, сделать понятным и логистические схемы, и схемы его переработки, сделать его подконтрольным, и сделать его не на уровне, давайте мы все соберем и вывалим в какой-нибудь овраг, до которого, дай бог, кто-нибудь когда-нибудь или никогда не доедет, приводит к тому, что мы видим там по тем же Дзержинскому, как мы видели, к огромным свалкам, и в городах такие свалки есть в каждом практически российском городе. И, конечно, от государства это требовало и воли, и понимания, ну и сама жизнь подсказывала, потому что, в принципе, экологическая повестка, мы все это понимаем, да, она становится одной из первых для всех нас, для граждан. Это вопросы, которые выходят на первый план. И мусор здесь далеко не последнюю роль играет, и, в общем-то, является одной из самых главных тем. Поэтому сама реформа абсолютно правильно. Второй вопрос, что как, где подходит к ее реализации. Бывают и очень успешные примеры, а бывают, к сожалению, такие, что иногда плохо становится от их реализации, и приходится в ручном режиме в это вмешиваться. В прошлом году мы с руководством города обсуждали совместную, и была разработана уже, собственно говоря, эта схема, поддержанная губернатором, консессионное соглашение. Вы знаете, что тот ФОК, который рассматривался, он был самым дорогим в области, порядка более миллиарда рублей требовалось. Вместо там 400-450, которые в среднем они стоят. Но одновременно надо понимать, что это самая, конечно, насущная тема для горожан. Пандемия действительно повлияла. Те вещи, которые, те проекты, которые мы планировали, сейчас отложены. Но это вопрос номер один лично в моей работе по Сарвову. И губернатор, конечно же, в курсе, и мы с ним разговаривали об этом на встрече с горожанами, он это упоминал. Поэтому будем добиваться и будем рассматривать различные варианты для того, чтобы этот объект появился. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА